ну что начнем с традиционного уже или почти традиционно показа кота кто-то хотел кота вот он да ну всем здрасте это был код ну почти крупным планом у нас сегодня разговор опять про питон разработку на питоне вот и на этот раз тема который мне каждый раз дается ну скажем так не то чтобы сложно а скорее у меня возникает непреодолимое желание впихнуть не впихиваемая она в общем еще так ни разу до конца не впихивалась это тема тестирования дело в том что тем тестирование мы с вами собираемся пройти за один присед за одну лекцию вот что конечно довольно смело с нашей стороны я бы сказал до наивности потому что в действительности понятное дело что тестированием люди занимаются годами и методику тестирования тоже вырабатывает годами а разные методики вырабатываются десятилетия то есть даже если не брать питон как язык есть довольно много целый сайт и посвященный составят софтвер тестинг вот и здравствуйте и вот можно сидеть и изучать их теми самыми годами даже в общем не занимаясь никаким тестированием я только читая соответственно ежели кому-то интересно почитать про теорию тестирования вот один из сайтиков который можно посетить и поглядеть поэтому мы попробуем сегодня сделать сделать существенно более простую вещь вообще не дмитровать труд тестировщиков как таковых которых тут напоминает человек с ником 5 е леле да а сосредоточиться на том виде тестирования который доступен программистам как таковым разработчикам вот значит что касается видов тестирования про это тоже существует всякая теория вот но прежде чем мы к ней про нее немножко бла-бла давайте подумаем что такое вообще тестирование про что это в принципе зачем она нам надо вот не знаю как там в питоне а в программе в программировании носить довольно частый подход особенно людей не очень ответственных и там или там начинающих состоит в том что если вообще программа собралась скомпилировалась значит она работает в том что это неправда легко убедиться программируем на питоне который не нужно собирать вот и убеждение некоторых людей что такие синтаксически жесткие конструкции как там языки программирования типа джава или паскаль или чем-нибудь такое комбилирую степь это и есть как бы признак качества кода это убеждение в общем ложь хотя конечно следует признать что мы с вами еще в прошлом семестре видели что какая-то кстати статичная какое-то статическое ограничение на язык повышает его надежность там допустим статическое типизация питания с помощью майпай в общем какие-то какие-то аспекты надежности повышает но далеко не все вот следующий уровень это собственно тот с которым мы так или иначе сегодня будем взаимодействовать речь идет о том что мы наш код не только проверяем что он вообще собирается и запускается да но потыкиваем его кой-какими анализаторами кода то есть тип типу тех которые типа бандитах которым мы позапрошили позапрошлый раз смотрели вот ну и отдали значит наш тестовый отдел тем самым будет тестером о которых говорит 5 лирель и вот они там тоже потыкали по тест плану потому что у них был написано во что тыкать и и насчет все вроде запускается работает хорошо хороший годный программ в действительности конечно прежде чем делать вот это просто это такая очевидная да первое что приходит в голову когда говорит тестирование вспоминают протестирование в действительности перед этим перед этим сами разработчики процессе разработки предусмотрели довольно много мест где их по деле проверяется на прочность вот еще до передачи всяким до передачи всяким тестировщиком то есть в идеале хороший проект автоматически проверяет работоспособность всего что возможно проверить автоматически вот то есть все ваши методы все ваши классы все ваши функции заключены в специальные не имеющие отношения к прямой эксплуатации вашей программы модуля который эти методы класса функции дергают и проверяют что поведение этих методов класса функций модулей будет ожидаемо вот это собственно и есть основной разговор на сегодня но дальше больше в принципе если почитать вот эту самую теорию выяснится что помимо собственно наличие этих самых тестов которые юнит тестов и подобных им которые будут проверять что ваши функции все еще работают так как них ожидается помимо собственного наличия еще есть понятие а тестовое покрытие которую вы можете измерить а сколько вашего кода оттестировано вот таким автоматическим способом афа сколько не вот значит что теперь касаемо видов тестирования про это есть тоже целая теория там прям вам есть стандарт и в общем не хочу я про это говорить слишком много вот потому что это все такие вещи в которых можно забуриться с нашей точки зрения как программистов опять-таки нас интересует собственно а как мы тестируем программный продукт самый низкий уровень про уровне тестирования тоже есть целая теория вот она вот на этом самом сайте software testing fundamentals вот так вот самый нижний уровень тестирования это модульное тестирование вспомнил вот самый нижний уровень тестирования модульные это собственно тестирование функциональности тестирование всего того про что и без того у вас уже написано что вот есть допустим класс у него есть такие-то методы это метод должны работать так но осталось только к этому самому работать так-то написать код который будет проверять что они работают так-то и вот юнист юнит теста готов они называют юнит тесты или модульные тесты потому что они тестируют не то как ваша программа работает а то как ваши программистские кишочки шевелятся вот если вы делаете большой проект то скорее всего у вас будет несколько команд или несколько людей или по крайней мере несколько подсистем несколько кусков которые функционируют не то чтобы независимо друг от друга но уж точно разрабатываются не в один и тот же момент вот и помимо значит тестирование собственно функциональных элементов ваших вашего проекта понадобится еще интеграционное тестирование которое проверяет что все компоненты друг с другом тоже взаимодействует здесь фишка главное отличие такое что в юнит тестинге вы прям видите функцию видите ее интерфейс можете себе предугадать заранее в тестах написать как должна эта функция работать в случае интеграционного тестирования как правило системы достаточно сложные и вместо того чтобы тестировать весь возможный вход и весь возможный выход разумеется нереально да вы просто тестируете что эти части друг другом взаимодействует как полагается программа запускается работает вот это все собственно какой-то там запускается и работает это в каком смысле есть интеграционное тестирование есть ли конечно же на уровне юнит все прошло вот следующий уровень это системное тестирование не думайте что это типа про операционную систему это речь идет о том что о том что у вас есть программный продукт который какая-то спецификация формально вот он должен систематически соответствовать это формально спецификации допустим веб-сайтик там вот должен выдавать всякие функции ну короче говоря помимо того факта что все запускается работает вы запускаете какие-то значит какие-то тесты которые показывают что ваша права действительно делает то что от нее требуется программа продукт целиком но это на гоника наконец есть acceptance 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 это уже тестирование потребительское то есть он и здесь уже программисты как бы находится на очень дальней периферии речь идет о том что ваш продукт skype можно возможно где-то применяется или идет на рынок или за счет применять составе других продуктов и вам уже нужна обратная связь от в том числе от тех самых тестировщиков с которых мы начинали до относительно того насколько то что вы сделали действительно то что народу отдельная тема которая стоит особняком потому что речь идет не о особом виде тестирования а особом случае этот тестирование регрессионные по всем этим параметрам в первую очередь естественно по юнитам ну и собственно по интегрешно тоже ну по всем бывает ситуация что от улучшений становится хуже то есть вы взяли реализовали новую фичу в вашем классе и от этого какие-то его старые фичи попортились где-то вы забыли значит упомянуть о том что эту новую фичу обязательно нужно инициализировать где-то вы не то количество параметров оставили особенно ежели у вас нет статической типизации все это может расплываться очень легко поэтому всякий раз когда происходит модернизация вашего проекта а на самом деле вообще всякий раз как вы когда вы делаете критичным комит то есть там даже не релиз комит пригодных публикации к взаимодействию с остальными вашими товарищами всякий раз когда вы делаете критичный комит был бы неплохо проводить интеграционное тестирование интеграционное тестирование конечно же не должно быть такое чтобы там длиться два часа после каждого комит два часа сеть на попить плохая идея но было бы очень неплохо по-быстрому прогонять хотя бы и нет теста на предмет того или хотя бы юнит тесты в той части которую вы изменили на предмет того не поломали что-нибудь прохождение успешное интеграционного тестирования регрессионного прошу прощения тестирования без деградаций это в общем признак того что комит который вы делаете скорее всего возможно хорош вот если у вас не запланированные деградации в тестах то есть что-то раньше работал а потом перестал то это уже верный признак того что ваш комит плохой безо всяких оговорок обратите внимание на слово запланированный деградации могут быть запланированные если идет разработка большой системой и ее разработка по частям временно запланирована документирована в процессе разработки что-то там такое портит вот теперь относительно тестового покрытия тоже бла-бла значит что насчет покрытие что насчет мы оттестировали всю нашу программу в действительность вопрос очень сложный философский потому что самое простое так сказать числовой подход ну давайте сделаем так что все функции будут вызваны и соответственно что они вообще запускаются возвращают что-то не хочется проверено это конечно не полное покрытие с точки зрения так сказать общей философии например можно еще посчитать а вообще какие строчки вашего исходного текста выполнялись во время тестов а какие не выполнялись если они не выполнялись может быть там было все-таки ошибка вот но и этого как ни странно тоже недостаточно даже если вы все сто процентов исходных строк исходного кода сделали так что хотя бы раз такая строчка выполнялась на каком-то тесте этого недостаточно потому что есть еще понятие экзекьюшем паш и экзекьюшем пас то есть когда ваши объекты вызывают друг друга в разных причудливых последовательности и может так случиться что в одной последовательности все хорошо вот а в другой все плохо типичный пример я уже приводил отсутствие инициализации да вот при каком-то сочетании параметров у вас бац и не цели не инициализируется какой-то объект а там он либо равен новым либо вообще случае питон может еще и отсутствовать вот и у вас все падает ну а все падает не всегда а при обновлении наличие определенного пути выполнения то есть там такой-то объект сделал такие-то объекты из них там какие-то допустим оказались нулевыми с нулевым количеством не знаю чего 0 кнопочек на экране и вот случае 0 кнопочек на экране внезапно окно не рисуется потому что вот она кнопочка нет вот еще более философской уже совершенно непонятно как теоретически да значит случае вижу экзекьюшем пас вы еще можете решить им по полную задачу посмотреть все возможные варианты полный перебор всех за счет вызвав объекты друг из друга да но это тоже в общем уже целое научное исследование а вот определить какие равноморы данных ваших тестах являются критическими то есть различные критически различными критично различные на самом деле да значимо различными это уж прям целое искусство вот и только в этом случае вы можете как-то говорить про каком-то действительно полном окончательно покрытие тестами вашей программы но не можете говорить о том что ваша программа действительно работает как это не смешно потому что есть такая штука называемый green test trap это убежденность программист что если программа прошла теста то она работает ничего подобного наличие тестов может доказать наличие дихий то есть как это тестирование может доказать наличие дефектов отсутствие дефектов не может но взяли не подисти не протестировали что вот обратная ситуация red test trap когда тест провален дали это бывают штатные ситуации при которых это нормально вот ну например в случае тест driven development а которая вообще так устроена что вы сначала пишите тесты которые все падают ваши успехи в разработке знаменуются тем что стать тесты падать перестают да есть такой подход он довольно жесткий и у него есть свои достоинства и недостатки вот но в некоторых случаях он достаточно удобен и очевиден когда вы способны хорошо описать как ваш программ должна работать и вот там хорошо вот опишите это пожалуйста в тестах а дальше соответственно под эти тесты уже программы делать на иногда не очень вот но на самом деле red test trap может случаться еще и тогда когда у вас например вы написали какой-то универсальный тест и совершенно непонятно как на самом деле ваша функция программы метод должна работать на тех данных которые этот универсальный тест предоставляет просто потому что это не специфицировано и вот в каких-то вариантах он просто падает и это падение не то чтобы запланировано но акцидентально но по крайней мере она ни на что не влияет она помечена как они важны и вот довольно типичный случай red trap а когда мы например делаем изолированную сборку нашего программного продукта и у него все тесты связанные сетью падают потому что внутри изоляции сети нет да мы конечно хотим протестировать наш продукт но автоматически запускать вот таким образом чтобы что-то откуда-то из интернета скачивала потом не дай бог еще и запускал мы не хотим вот типичный вот мы бы уже приближаемся к концу нашего бла-бла а вот а значит еще немножко терминологии которые наверно было ввести сразу ошибка ошибка это то что мы собственно в программе ищем и минимизировать количество которых мы собираемся но ошибка не равна дефекту также богу потому что дефект это конкретное место в программе до локализованное место в программе в котором собственно происходит то чего не нужно то есть ошибка это когда ведь вся программа непонятно почему работает не так как вы хотите в терминах решения задач эта ситуация называется проблема пробуем а бага дефект это ситуация когда вы знаете где у вас эта ошибка произошла в чем она состоит вот и осталось ее только исправить вот это называется в терминах решения задач задача вот task но в случае нас как людей которые будут проводить не тесты и этого еще недостаточно потому что для того чтобы от дефект локализовать нужно сделать так чтобы на каком-то тесте он сбойнул вот падение на тресте сбой это то что наблюдаемая реальность все остальное это реальности такие немножко симулякровые которые может существует а может и нет то есть мы то видим программный сбой он возможно соответствует дефекту который возможно отзнаменует ошибку вот такая примерно карте ну и конечно же вы понимаете что ошибки надо исправлять как можно быстрее потому что чем дольше ваша ошибка тонет и содержится ваших вашей с истории вашей разработки исходного кода тем больше у нее шансов стать неблагая фичи потому что проще будет замазать то без задокументировать чем отковырять то душа отлазить все бак бла-бла на этом слегка закончилась мы подбираемся уже к практике напоминаю что задача тестирования это описать ситуации как должна работать ваша программа модуль функция метод и тем самым тем самым про а потом проверить что действительно делает так вот в прошлом семестре я так не делал в этом семестре я принял решение не пытаться углубляться глубоко в мокер и все во все остальное успеет я думаю что я успею показать так на пальцах вот значит поэтому я покажу зато он очень остроумный мне он очень нравится очень остроумный файмворк тестирования в питоне который называется доктест причем этот доктест он еще и его сфинкс знает то есть это такая штука достаточно популярная в народе значит что такое доктест это ситуация когда вы тесты помещаете прямо в документацию прямо в строку документации в докстринг ваших функций вот мы в прошлом году писали программу у меня есть репозитории с примером модулю который мычал вот давайте сегодня тоже напишем модуль который мычал а он небось есть нет нету вот значит давайте для простоты даже будем делать наверное не модуль а прямо или модуль ну всегда делали модуль будем делать мод вот у нас будет лежать мод давайте скажем пипенк ему пипенк скажем ему и нет шоу вот то бы значит нас питон назывался питоном и вообще все все вся наша зависимость ставить как надо прошлом году у меня корова мучала азбук и морза не знаю будем ли мы делать мучание азбук и морза вот возможно хорошая идея на возможный не очень ну а дальше как бы она тогда мычала ой да господи какая разница окей значит ну что давайте мы напишем модуль чё там как он назывался мультист мультист в котором в котором опишем возможно чуть ли не единственную функцию который коров будет мычать да напишем функцию ему напишем есть два параметра месяц и ну вот ну не знаю зачем я пишу здесь в эти самые сфинксовые докстринги ну видимо хочется тех ну и чем литерна что ритерна ритерна ф месяц запятая так ну умной плюс пробел тогда читайте еще пробел сепаратор это было словом набер вот это номер как по-испански получилось ну тогда плюс все просто а нет не так степ джоин умножить умножить на мусс только нему а слушайте чему надо само что-то я раскатал губишу хватит уже все а то я прям как и сложно как-то у меня все умножить на мусс вот как-то так что эти проверим я уже не верю что это работает что тебе не нравится корова король не нравится корова да хорошо и умнеется мы принт так ну что там ну хорошо пускай так будет ну так from . импорт чем нас тому ну импортиз еще да не давайте так и в лент от сисок в больше одного print ну он вот звездочка 1 ага тогда мы у нас тут должно быть один раз по умолчанию ну давайте так так они не то не то не то не то не то уравному а волос равно один все эти параметры не оба за необязательно это был словар губы а иначе сказал зачем я это разделил не знаю надо бы может было вот так написать вступлю какой rc assert непонятно о чем был взятие так ну вот вот мы значит написали наш модуль давайте проверим вообще как он работает а то тут я намудрил всего он поэтому минус м ну сейчас как он называется мутист мутист му миссинг ванды какой позиции парам месяц да понятно вот честный а и а и а а а и а и и а и 5 given а потому что звездочка так восклицательный знак в конце ну и хрен с нас восклицательным знаком что-то мне надоело исправлять нашу нашу эту самую программу вову вову очень хорошо вот она как-то работает давайте мы заведем getignor какой-нибудь соответствующий и еще сюда же вставим ну собственно все так значит ну вот вот мы написали программку которая как-то мучить вот у нее значит есть какие-то параметры help мы к ней не предусмотрели вообще ничего не предусмотрели часто это будем делать тесты мы будем делать следующим образом дать посмотрим что будет если 0 да очень хорошо , правда тут неправильно но давайте мы на это на и такие мелочи не будем заморачиваться потом и весь авиа и все занятие будем пытаться бы писать программу мучалки вот она оказывается еще и блеять умеет отлично значит да давайте определим тесты вот смотрите мы уже уже на самом деле эти тесты написали давайте мы их попробуем написать чуть-чуть по-другому import from mutist import ну ага message может там поставить по умолчанию какой-нибудь его или нет пускай так останется вот ну так вот фишка стоит в том что мы можем взять ну только давайте мы наоборот напишем сложить вот это все прямо а в документацию нашей функции вот сюда при этом документация будет продолжать выглядит вполне прилично это как бы примеры используя наши функции но но сейчас минуточку неужто он не умеет в каталоге ходить этот тест неужто он не умеет ходить в каталоге так обидно будет ну хорошо гляньте что произошло модуль док тест залез в нашу документацию к нашему модулю и нет нашел там функцию ну нашел там в этой функции ему нашел там протокол ее тестирования который мы только что сделали руками выспроизвел его проверил что там все происходит как надо и даже пуще того проверил что при вызове функции вот такой действительно приезжает type error исключение вот если мы сейчас что-нибудь здесь поправим то тесты не заработают смотрите давайте поправим здесь например ожидаемое сообщение ну давайте чтобы было виднее да теперь док тесты не заработают даже без о он говорит смотрите у нас там был тест вот такой он не заработал ошибочка вышла и то же самое относится к к ловле исключения да вот такая штука должна взять вот такое исключение если мы скажем заменим ее на какую-нибудь другую ерунду вот на такую он говорит смотрите ожидалось вот такое исключение вместо а приехал вот такое исключение что-то вы не то сделали надо сказать что все вот это если мне не изменяет память док тест опускает да то есть он только смотрит на то какое исключение мы можем вот здесь вот убрать вот эту вот штуку боюсь да не боюсь а подозревая что так вас убрать вот эту штуку и мне кажется тест будет успешным нет не успешный а что ему еще нужно давайте посмотрим а трейсбэк должен быть да слоу трейсбэк должно было остаться естественно вот весь трейсбэк можно было убирать а вот так должно было остаться ну-ка о видите значит по умолчанию если не указывать ключик минус в док тест говорит о том что все тесты проведены все хорошо все ваша программа тестирована понятное дело что это довольно игрушечный фреймворк потому что класс так фига тестируешь ну хотя нет почему можно и класс какие проблемы нет проблем я даже бы сказал что можно и модуль так от тестировать на самом-то деле да ну если мы хотим вот что-то в этом духе вот но понятное дело что понятное дело что в общем возможно это не самый удобный из способов тестирования которые на свете придумал наверняка вот в действительности в действительности если мне не изменяет память вам значит нашим да конечно эти стрелочки это и есть признак того что вы в командной строке набираете некоторую некоторую питонию функцию я же их скопипастил маркизи спрашивает нужно ли вот этому конечно нужно и именно по ним док тест определяет что это был питоний диалог видите и вим кстати тоже это умеет вот но это я говорю это довольно игрушечный такой фреймворк вполне себе вот чтобы про него досказать потому что он и грушечный и грушечный но на нем люди тест это делают предложу следующую штуку мы можем вообще переместить наши тесты чтобы они не болтались вот здесь в отдельный файл давайте попробуем давайте его сохраним в файл мутист точка рст обратите внимание на слово рст да отсюда мы значит его удаляем тесты а в файле мутист рст оформляем его по фэншую то есть говорим что это тесты для му для мутист тесты да вот и какие там бывают тесты вот это у нас простой тест а надо сначала проимпортировать му конечно сначала проимпортировать му или давайте from мутист импорт импорт му чтоб красивше было from мутист импорт му так ну мутист же был мутист вот теперь простой тест здесь напишем подменим му подменим мучание так здесь у нас что но изменим количество умычаний да здесь тоже заменим на или тут 4 должно быть не помню можно можно вот у вас уже возникает фантазия как как тестировать функцию но в общем что еще ошибочный вызов да сделаем вот смотрите это restructured текст файл но мы вполне можем взять и написать написать к нему вызывалку теста в котором чуть черным по белому напишем так import.test это было слово импорт и собственно doc test .test файл тест файл не live а файл да не live а файл ну какой там mutus rst что это за control z и совершенно не это самое не чувствительно мы перенесли тесты да еще и красиво их оформили и говорим python минус m doc test mutis test test live тест файл а я что написал тестл файл понятно вот бонус этого метода состоит в том что если мы сейчас скажем ему сфинкс то мы внезапно сейчас сделаем документ документацию который будет еще и читаться вот давай давай что там quick start а у нас этот самый называется мутисто rst а у этот индекс rst да ну хорошо отлично пробуем где он там build html индекс html смотрите смотрите какая красоте вот ну оно того стоило хоть это игрушечный хоть это игрушечный фреймворк вот до этого места довести стоило потому что ну вот ну вот вы сами видите да но как было сказано фреймворк игрушечный в какой-то момент все вам надоест потому что как я уже говорил у тестирование есть свои канон и своя теория своя методология свои термины вот вот эти термины кстати у нас есть кто-то кто гоняет тест он называется тест раннер у нас бывают варианты тестирования это собственно описание того что именно мы тестируем тест на что это называется тест кейзе внутри тест кейзов а наоборот тест кейзе объединяются в тест сьют и вот тест кейзе описывают собственно что именно мы тестируем а тест ют описывает какую именно функциональность какую именно задачу какую именно какой именно потребительского свойства мы хотим проверить все сьют вот и внутри значит наших внутри наших тестов могут встречаться так называемые фикстуры фикстура эта ситуация когда то чего мы хотим потестировать в момент запуска нашего программного продукта не существует и нам надо самому создать ну например у нас там не знаю программа работает с базами данных соответственно база данных в общем нужно и вот у фикстуры бывает состояние с этап когда мы ее создаем потом мы на ней приводим тесты а потом есть состояние тир да он отрывать когда мы ее уничтожаем потому что после того как тест 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 пройден фикстуру нужно примите вот все это существует для вот в этой в этой терминологии существует для многих языков программирования для питона вообще встроенный так же как и доктест для питона модуль унитет который позволяет тестировать нашу значит программу он вполне себе встроенный он называется вот давайте тогда перейдем к нему давать мы документацию по нему посмотрим одним глазом вот он это вполне приличный довольно развесистый фреймворк которым уж для нашего семестрового задания можно пользоваться с полным с полной уверенностью что в нем есть все и вот хотя есть еще фреймворки еще более замороченные возможно в конце лекции мы обо них о них поговорим значит давайте на скорую руку просто потому что я хочу одну вещь обязательно тестировать показать но эта вещь будет чуть позже так наплодили там и тут что нам это но надо включить какие-то гнор надо включить билд билд надо включить в гит игнор а все остальное не надо да а все остальное не надо это части нашей документации очень хорошо а слушайте у нас файл давайте мы сделаем вот что давайте будут немножко отредактируем пип файл раз мы пипенгом пользуемся на предмет того чтобы во первых отвязать нашу отвязать нашу приложение к 30 питона не знаю зачем она это делает по умолчанию то есть знаю зачем об этом говорить следующий раз но мы отвяжем а во вторых а во вторых сделаем вот такую вместо пип инсталл сделан пипенгом стал пипенгом стал на самом деле скажет что у вас все и так уже хорошо все работает боже чем там смотри чем делает вот что у вас все и так уже хорошо и все нормально обратить внимание на ключик минус д ключик минус д пипенгом стал у говорит что в файле под названием пип файл вот а будет указано что это это зависимость на сфинкс она девелопмент она не нужна для создания дистрибутива но нужна для разработки вот зачем я это сделал в пип файлу кстати на тоже убрать из зависимости и это какой-то временный инструмент про который мы пока говорить не будем поэтому значит этот игнор не зависимости из вот отсюда это вообще генерат поэтому он нам не нужен а остальные нужны а остальные нужны ап да вот теперь давайте сделать к нашему помычательному модулю давайте делать тесты так сказать более взрослые чисто теоретически они могут лежать в каталоге тест давайте это сделаем в каталоге тест как раз и заведем этот самый тест у нас тест файлы обязаны называться тест подчеркивание что-то там вот ну ну точка вы только мудист вот точности не припомнил где-то этот naming convention нужен где-то не нужен читайте документацию не исключено что именно этот файл не обязан так называться будет время проверить вот что мы делаем естественно мы говорим ему импорт ну импорт юнит тест дальше создаем класс и этот класс у нас будет собственно тест кейзом класс который проверяет что-то надо сказать что в терминологии в терминологии бетоновского юнитеста есть какая-то путаница между тест кейзом и тест с ютом вот что-то я как-то не разобрался ну-ка давайте посмотрим слово с ют есть такая смотрите есть с ют просто это набор тест кейзов то есть когда у нас есть уже тест кейза мы можем их объединять с юта но не будем сейчас это делать нет никакой путнице все хорошо напишем тест кейз класс тест му он нахуй он от юнит тест тест кейз является тест кейзом вот и в нем значит мы пишем тест тест и назовем как-нибудь тест чем это тестируем дефолт му это было слово дефолт название должно начинаться на слово тест вот что там у нас мутист рст вот прям вот вот да вот значит как устроены как устроен юнит тест в не тесте есть несколько функций вида assert их довольно много сейчас мы на них дать до них дойдем вот он вот они которые проверяют то или иное положение дел относительно наших предположений как должно что-то работать то есть смотрите мы говорим а серд что-то там что-то там допустим а серд и кулу и 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 он ну вот хелло хелло му тег а значит во первых фэн-шуй во вторых мутист давайте тогда так для простоты вот ну давайте мы тогда раз уж мы раз пошла такая пьянка давайте мы еще парочку тестов напишем потому что это просто да или так вот ну да значит сего этому здесь там и еще количество мы чай да значит мухи ло му большое му большое и должно быть 3 3 его муму тут маркизио спрашивает я пока не прочел что он спрашивается но я видел что он спрашивается некая обработка на его который результат проверит это сложнее чем и вал существенно потому что речь идет не только про проверку результатов но про на пробно по проверку всевозможных предположений вот то есть у нас будет вызвано это это не его значит это не его в том смысле что мы нигде не передаем никакую строку которую нужно его лиц мы просто вызываем эту функцию обратите внимание да это не его от слова и валк совершенно лишнее мы вызываем эту функцию но по ходу еще потом а проверяем чему она равна в действительности это все проще просто мы сравниваем результат того с другим но в самом простом случае мы могли здесь написать тупо если что-то равно чему-то но мы пытаемся пользоваться фреймворком который позволяет нам более интересные вещи делать если успеем сегодня еще и там про фикстуру поговорим вот это фикстуру конечно тут довольно бессмысленно но можем уже завести какой-нибудь не знают количество мычаяния в значит дачу давайте проверим чтобы проверить надо взять надо взять и сказать ему пальцем пальцем минус м юнит тест юнит тест так он ничего не нашел потому что ему надо сказать чтобы он поискал например минус п короче ладно давайте не будем не будем мутить давайте мы напишем прямо вот а господи мин тест для них блин не раз в у тоже нет простите ты что ты будешь делать понятно еще discover надо ему было сказать там два разных параметра это дело вот в чем вот эту функцию найти тесты найти тесты да вот я смотрел сюда надо смотреть сюда функцию найти тесты запилили в питоне стоит сравнительно недавно вдохновившись примером более толстого еще более серьезного фреймворк который называется птс я по мы про него будем говорить я буду рекомендовать но показывать его кажется не буду но буду показывать пример которому наспользоваться вот соответственно покиеничная гуская диска я какая сложность хорошо вот другое дело под теперь по крайней мере понятно чего чего у меня не так значит тетки пишется с большой буквы это же это же класс если это класс то он должен быть вот так фу значит вот вам пожалуйста извините за некоторые тупеж в эфире вот вам пожалуйста ситуация при которой мы взяли вызвали написали три теста вызвали их с помощью нет тестов что-то у меня с диска вером не сложилось но и фиг бы с ним это в общем не так обязательно хотя конечно было бы правильно вот дать я подгляжу может быть у меня где-нибудь в шпаргалке есть при диска вером секунду ну вот непонятно ну ладно значит нет нет скажет так нет диска вера конце концов нет чего-то ему не нравится так не находит короче фиг с ним фиг с ним не будем чего-то я сделал неправильно в данном случае борт хорошо да вот так работает ну и пускай так работает сейчас мы говорим не про это потому что у нас есть более важная штука но как видите какое-то какое-то тестирование можно там и дальше был продолжать давайте посмотрим как вам как эксцепшены тестируется а вот так сайт от сайта рейтис пожалуйста все просто да давайте паспорт потестируем эксцепшены дев тест эксцепшен вот серп точка сердц только не игру а рейтис рейтис что ну с пустыми параметрами кстати не надо ли там евала это интересный вопрос кстати да надо делать не так мы вызываем ну передаем ей параметры пустые в качестве параметров и в этом случае он должен нам вывалить ошибку ошибка у нас type error в а кажется это так должно происходить там еще есть кваркс но кваркс мы не используем здесь пробуем так type error но трезть байму а почему а тут написано непонятно должно работать а почему цель type error то это же не type error что-то я туплю туплю давайте сделаем так давайте сначала проверим чем там рейтис копьер написано а чем мне нравится ну вот может быть ему нужно вместе с параметрами ну ладно братцы значит давайте еще три минуты потрачу на это если не получится я свой тупеж прекращу потому что у нас еще есть темы интересные а эта тема оказалась видите какая-то застрятая застрятая какая-то то есть погуглим ну там есть вариант использовать через менеджер контекстов ну давайте сделаем как у как у людей написано ну давайте действительно просто тут идея такая что она изначально его не видите ну хорошо давайте попробуем with может быть вы правы да что там у нас с да в том то и дело что нет да у нас ассерт не проходит ассерт не проходит он почему-то этот му вызывает с неправильными параметрами что с ним не так я понять не могу не мог а тоже нет все мои три минуты закончились давайте мы давайте мы сейчас еще одно предположение все вот нет там нужны аргументы более того они там нужны все в том числе ну как бы значит в том числе в том числе вот эти да да ну если они там нужны либо не нужны но мне кажется что то этого достаточно вот мы здесь явно указали что наши функции му ничего не передается вот теперь вот теперь все хорошо все четыре теста проходят я наконец дотупился вот вот так а можно там еще более вербус нельзя ну и ладно ну в общем вот значит как видите да значит если что то из этого не проходит да давайте проверим вот если что то из этого не проходит наш юнит тест радостно нам сообщает о том что тест соответствующий не прошел дожди в какой-то рисует интересный вот не вполне понятный ну интересный в чем еще всякие бонусы фреймворка который называется юнит бонус фреймворк юнит состоят в том что он да вот все состоят в том что мы можем тестировать даже приложение которые частично не запускаются смотрите допустим мы нашему модифицируем так а все у меня нет редактора нету таким образом что у нас будет использовать вообще курсис где в сму или кул дальше ргв аркс кваркс вот давайте посмотрим как делается в курсисах простейший какой-нибудь в рапер простейший в рапер в курсисах по моему так и называется в рапер значит напоминаю что такое курсис курсис это модуль для написания консольных приложений которые работают с экраном как с матрицей а вот прямо так да значит курсис с это был курисе не курисе акуль . в рапер вот что мы делаем мы определим сейчас функцию тьму еще который будет рисовать наш сообщение не так это делается простите лучше написать вот так вот результат давайте чтобы не запутаться множественные вызовы это такое себе результат это у нас будет вызов функции му вот а здесь мы вызовем с параметрами результат значит давайте почитаем документацию по в раперу звездочка да значит тогда вот так вот так вот значит мы вызовем функцию му который передадим собственно тут у нас будет что-то типом стд скс цердо и стринг вот у нас значит это у нас у нас курсы значит функция в рапер в курсе откроет экранчик давайте нарисуем ему стдс цердо и по-человечески напишем стдс цердо стрим . бокс нарисует картинку дальше скрин . от 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 кажется так давайте поищем два до ну допустим 22 стринг и скрин . . . чтобы фамилия так пробуем а для этого надо еще модифицировать наш main чтобы он понял понял что мы хотим вызвать курсовый ща му тест мы как мы определим что он курсовый и в пробу бубу 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 как во время что он курсовый но допустим проверим что очень надо так и в ленку сис . в равняется единице принят ну вот вот слово else elif сис в первое print ну вот звездочка сис аргива второе это первое двоеточие и значит тут еще пробуем вот теперь начнем врать как должен заработать давайте попробуем время у нас уже поджимает совсем-совсем а тут еще нас две темы даже три но хорошо значит сначала работает работает стринг что сделал неправильно так кумисин один рукой позицию параметр стринг так давайте подгляжу потому что время у нас поджимает совсем я подгляжу сейчас в шпаргалку потому что иначе мы просто не успеем так курсовый спрапер ну и чё чё сделал неправильно а я сделал неправильно понятно чё вот вот теперь правильно я начинаю вызову функцию цму который передастся экранчик на который рисоваться и собственно один параметр вес ну-ка и творц смотрите вот на эту штуку мы тест просто так написать не можем потому что если мы напишем если мы сейчас просто напишем тест который запускает эту штуку он может запустить ее в экране а если экрана нету то он его не запустит вот мало того что мы не сможем запустить этот тест мы вообще не знаем как проверять вот эту функцию вот эту функцию ку и цму ну что касаемо с касаемо функции смуту мы с ней вообще возиться не будем а вот что касаемо функции ку то мы немножко потестировать и все-таки попробую значит потестируем мы ее так возьмем и из from из юнит теста from вытащим специальную штуку который называется мокер объект давайте мы сюда посмотрим это очень интересная вещь я про не как раз хотел хотел собственно рассказать вот значит мог объект это такая фигня которая нам еще почти мог объект это такая фигня которая притворяется будто она объект любой какой хотите смотрите то есть он magic мог ну да например в . бла 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 как видите все хорошо вы запомнил что у него был вызван метод метод бала бла 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 вот такой вот один такой другой секой или видите да это такой объект который запоминает что с ним делали и он ничего не умеет только запоминать что с ним делали мокер объект запоминают что у него вызвали вот это потом вот это потом гитая тем раз два три потом с это этим вот короче говоря это такой объект который запоминает чё с ним происходило без какой-то попытки имитировать а реальное поведение в жизни хотя имитация реального поведения жизни посмотрите в это тоже очень важная часть мокера вы можете обмазать его разными штуками чтобы он имитировал настоящие объекты чтобы он возвращал какие-то поля чтобы у него были какие-то методы которые действительно как-то работают а все остальные методы не нужны соответственно мы сейчас в тестах подсунем слушайте у меня слово фикштура пропало совершенно из изложения не получается впихнуть невпихуемое видимо следующий раз надо бросить как бы я не любил док тест и вместо док тест рассказывать только юнитест иначе мы не влезаем никуда ну мокер по крайней мере скажу хотя может быть про фикстуру расскажу там три минуты вот а значит хотя бы покажу партий так подглядываем шпаргалку потому что времени нету я вот сегодня когда готовился сделал эту шпаргалку вот ведь я тут тоже не сделал фикстуры чем мы делаем что нам нужно сделать нам нужно чтобы вот этот модуль вот эта функция в раппер где она тут вот эта функция в раппер не пыталась вызвать в курсис потому что если она будет вызывать курсис она будет пытаться рисовать что-то на экране и тест у нас нормально не отработает потому что если экрана нету да допустим мы это запускаем в бач моде там безо всякого терминала без всего да то работать это не будет поэтому мы говорим дорогой патч пожалуйста пожалуйста захакай мне модуль курсис который лежит в мутесте так а тут как я делал ага видимо вот так надо написать еще тогда кстати может не заработает за патч мне пожалуйста модуль курсис конкретно в нем функцию в раппер если я запачу модуль курсис в нем функцию в раппер вместо нее в модуль курсис появится пресловутый мог объект вот вот здесь вот ну и этот самый мог объект мы сейчас и мы сейчас и используем итак так теперь смотрим в подсказку вызовем нашу функцию до ну точка вот с параметрами ну какими ну давайте чем попроще но хилому например вот сейчас все должно пройти вообще нормально если я не ошибаюсь не ошибаюсь а вот когда будет а сердце тогда мы и поговорим давайте посмотрим чтобы все прошло нормально не прошло импорт мук но модуль импорт мук алмутис называется и извините чего а ну да естественно даже не функция секунду здесь же тоже мутис а там уже результат должен быть да 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 у нас q q нет ща секунду что он говорит он говорит что а там мы поскольку мы его задекорировали там же нужно посмотреть до функции то врать вот мы же должны получить вот этот самый ну можно назвать у невракер можно назвать еще что-то мокер допустим да вот может должны получить в качестве параметра то что чем мы ее задекорировали так все пять тестов проходят но это мы еще ничего не предположили а давайте чем предположим о чем можем предположить что этот наш мокер был вызван с параметром был вызван с параметром каким как мы этот мокер вызвали вот этот самый q и в качестве строки там должен быть должна быть это да значит мутис . q а в качестве строки должно им получиться хилому вот что мы проверяем мы проверяем что действительно когда мы написали в рапер вызвали вот этот в рапер вот здесь вот у этого в рапера уже были параметры а первый параметр функции сму а второй параметр тот самый результат который мы ожидали получить ну-ка пробуем не получилось а как он назывался смон назывался нику от сму сму то есть тестик сму во а значит смотрите что произошло никакого курса не было вызвано потому что вместо в рапера из курсиса мы запатчили и подсунули функцию подсунули нас универсальный универсальный мокер этот универсальный мокер запомнил что у него его вызывали как функцию и вызывая вызывая его кон функцию передали ей два параметра первый параметр ему передали эту самую сумму а второй параметр это самый хилу значит осталась последняя вещь которую надо все-таки рассказать извините я займу чуть-чуть вашего времени вот это тестовое покрытие потому что это нужно для а потому что это нужно для семестрового проекта значит тестовое покрытие есть довольно много разных модулей которые занимаются тестовым покрытием можно брать прям изолированный модуль который называется coverage можно брать плагин к тесту вот ну давайте мы что ли кавериджем попробуем вот как это запускается просто каверидж репорт а каверидж ран да значит каверидж а его надо установить это не стандартный модуль пент install минус д каверидж ну вот чтобы он установился как зависимость для разработки вот и как написано в подсказке значит один тест что там тест мутис что сейчас произошло должен был создаться где-то индекс что-то его не вижу а вот он точка каверидж когда мы вот так запустили с помощью каверидж ран запустили наши тесты создал создался индекс который собственно от трейсил все функции методы классы модули и все исходные строчки кода которые мы собственно использовали в тестировании и теперь мы можем посчитать значит с помощью каверидж репорт посмотреть о чем мы собственно о чем мы собственно покрыли нашими тестами вот смотрите что он говорит что он залез вот сюда зачем-то потестировать эту фигню сейчас мы ее уберем чтобы он не пытался каверидж тесты считать в нашей библиотеке что на 73 процента у нас покрытый нит и на 100 процентов папка покрыт мутис но мутис в общем то нам не интересен вот что сделать чтобы каверидж не смотрел ни вот сюда ни вот сюда надо добавить в каверидж рц вот надо добавить в каверидж рц собственно какие какие каталоги мы не будем проверять кавериджем при нашем подсчете ну давайте так как каверидж рц нет . каверидж рц как то так и это значит мы таким образом избежим ну только надо заново запустить рану вот таким образом мы избежим подсчета отсутствия покрытия тестов в этом самом да и теперь надо еще тоже мутист убрать так вот как видите у нас покрытия 73 процента меньше чем на три четверти давайте попробуем какой-нибудь хелтом и сказать чтобы репорт был более хитрый на хелк репорт минус м допустим нет не посчитал все нам пора заканчивать а вот шел миссинг тут маркизио спрашивает а подставляются ли разные аргументы в вызове нет ничего никакого мозга дополнительного в тестировании нету все что вы написали в тестах работает то что не написали не работает вот здесь описаны кто-то из кто-то должен уметь генерировать ща html еще джессон html и лысков давайте посмотрим нет не лысков а эльков нет это какой-то хэшик это неинтересно хорошо последнее на сегодня упражнение html во ну уж это точно должно быть ну ка куда он его записал хтм льков индекс хтм хтм льков индекс хтм во смотрите какая красота вот что у нас не протестировано у нас не протестирован цму все остальное все красиво протестировано не протестирован цму Чтобы протестировать CMU, надо чуть больше изготовить мокеров, в которых было бы слово Box, слово Adster и слово Getch И отдать ему в качестве скрина нашим врапперам мокер, у которого эти штуки есть И тогда мы посмотрим, а вызвался ли Box, и с какими параметрами вызвался ScreenAds, ну и так дальше Вот на этом, пожалуй, я все-таки остановлюсь Слово фикстура у нас не прозвучало, к сожалению Возможно, я в следующий раз попробую чуть-чуть про это рассказать, потому что это важное понятие Но, возможно, вы его изучите так Времени у нас точно нет, мы выжгли и так его бесконечно много Хочу сказать, что я не пытался рассказать про все методологии тестирования или глубоко про методологии тестирования Пытался показать просто, как это происходит Вот, значит, ну, еще раз доказали, что впихнуть в не впихивание нельзя И, видимо, в следующих попытках я буду сосредотачиваться все-таки на одном ПТСТе, чтобы рассказать побольше Все, значит, если есть какие-то вопросы Вся шпаргалка есть на сайте, на самом деле Я практически все туда подглядывал, кроме мокера Мокер я просто опубликую Это все будет в плане лекций Вот, значит, пошло, поскольку пошли благодарности Скорее всего, вопросов больше уже не будет Тогда всем спасибо Давайте надеяться на лучшее и до новых встреч Вот, ну, собственно, и за этим всего доброго Продолжение следует...